Комплекс решений SkyWay состоит из транспортных, энергетических, биологических, информационных и логистических технологий, объединенных ради общей цели создания комфортной и устойчивой среды обитания для человека. В основе подхода SkyWay лежит инновационная транспортная система для пассажирских и грузовых перевозок. Модельный ряд транспортных модулей включает в себя городские пассажирские и грузовые транспортные средства со скоростью до 150 км в час, а также высокоскоростные аэродинамичные машины, способные разгоняться до 500 км в час. Среди разработанных разновидностей путевой структуры есть дороги разной степени сложности и материала емкости. Такой подход позволяет подобрать подходящее решение для каждого заказчика в зависимости от стоящих перед транспортным комплексом задач. Все виды дорог могут комбинироваться в соответствии с потребностями. Транспортный комплекс SkyWay способен работать в самых суровых климатических и географических условиях от холодного севера до жарких пустын и тропиков. Грузовая инфраструктура SkyWay подходит для обслуживания логистических узлов, портовых зон и промышленных центров. А городские высокоскоростные решения способны перевозить пассажиров как в крупных городах, так и в небольших поселениях. Транспортные комплексы SkyWay могут служить основой для энергетической сети, в рамках которой будет производиться экологически чистое электричество. С помощью мультимодальной системы, основанной на надежных и недорогих струнных дорогах и современных технологиях, SkyWay может решить как локальные задачи, так и глобальные проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok Ага, Ютуб это с запозданием. Так, ладно, хорошо, давайте мы тогда начинаем. Если что, пишите мне, пожалуйста, пишите мне в чат, пишите мне, не знаю, может быть, на телефон, потому что, если честно, я не могу понять, насколько меня слышно на Амерополисе, потому что на Амерополисе мне никто не отвечает. Сегодня у нас по дубликации будет, как обычно, первая часть, потому что я разделила весь курс на три части для того, чтобы кроме основных задач мы могли рассмотреть еще кое-какие дополнительные материалы, которые, на мой взгляд, очень важны в нашей работе. И мне хочется о них немножечко говорить с вами поподробнее и передать вам свои знания, которые я, которые ими я владею. Вот, мне ответили, спасибо, звук хороший. Меня зовут Любовь Федорова, кто первый раз меня смотрит. Я являюсь региональным куратором Латвии и вот сейчас спикером по дубликации. Приветствую также всех, кто смотрит на Ютубе прямую трансляцию, тех, кто будет потом смотреть в записи. Я рада, что вы подключаетесь, я рада, что вас эта тема интересует. Итак, мы сегодня рассмотрим первые шаги, которые мы делаем в своей работе, когда начинаем построение своего собственного бизнеса. То есть мы сейчас будем говорить с той позиции, что мы уже являемся, допустим, акционерами, и либо мы новички, либо мы уже опытные строители своих структур, своих команд. Но тем не менее мы понимаем, что вход в систему наш и ввод в систему нашего партнера, которого мы приглашаем, состоит из четырех основных шагов. То есть мы можем делать так, как нам говорят, мы можем копировать чьи-то действия, действия своего пригласителя, действия своего спонсора, наставника, но мы все равно не сможем точь-в-точь повторить, потому что у каждого спикера есть свои фишки. Но мы можем четко подублировать саму систему, которая состоит из четырех основных шагов. То есть самое первое, чему мы учимся, это приглашать. Приглашать человека в бизнес, приглашать на презентацию. То есть наш первый контакт с человеком, наше первое знакомство с тем, куда мы его приглашаем. Поэтому приглашение мы всегда делаем без фальши. Самое главное, чтобы у нас были естественные наши эмоции. Например, тот, кто в компании давно, он уже прошел определенные исторические моменты, мы пережили очень много и каких-то положительных моментов, которые случались. Да, их, конечно, было намного больше. Были и отрицательные, то есть мы искренне переживали и искренне радовались всему, что происходило. И мы, конечно, приглашая и рассказывая технологии, у нас есть очень много эмоций. Нам есть что показать, нам есть что рассказать. Если мы новичок, нет, давайте я закончу эту мысль. И мы очень часто можем на эмоциях приглашать человека творить добро так же, как и мы. Добро для себя, добро для планеты, добро для мира, для тех людей, которые нас окружают, для экологии. Потому что мы даем эмоцию. Мы сами эту эмоцию пережили, и мы даем человеку эмоцию. Если же мы пришли в бизнес просто рационально рассчитать, что это выгодно, здесь можно заработать, здесь можно заработать сегодня и сейчас, потому что мы познакомились с маркетингом. Если мы понимаем, что здесь можно заработать в долгосрочной перспективе, то мы так партнеру и говорим, мы ничего не придумываем, мы не делаем никаких искусственных радостных эмоций и улыбок на лице. То есть мы говорим, да, мне здесь понравился маркетинг, я сюда пришла зарабатывать. То есть чем честнее мы будем с партнером нашим, тем больше вероятность того, что он нас услышит, он откликнется. И вот первый шаг – это приглашение. Это наш звонок, это приглашение. Допустим, мы приглашаем его на какое-то мероприятие наше, на прослушивание вебинара или на какую-то презентацию в зале, где у нас будет общественное массовое мероприятие. Мы в обязательном порядке говорим об этом не за день до того, как произойдет это событие. Мы не говорим там у нас через три дня, через четыре дня, потому что это забудется. Человек забудет и, может быть, даже перегорит. Мы говорим за день. Завтра я тебе позвоню, я тебя приглашаю. Простите, пожалуйста. Спасибо. Мы приглашаем на то событие, которое произойдет завтра. И при этом мы ему говорим, можно я тебе перед мероприятием еще позвоню. Минут за 15 – это наш второй шаг. Мы в обязательном порядке звоним этому человеку, помогаем подключиться к вебинару, либо помогаем ему, то встречаем его, если он едет на мероприятие или на презентацию куда-то в зал. Мы его встречаем, мы его проводим к месту. Мы с ним в обязательном порядке присутствуем на мероприятии. Для того, чтобы, первое, мы когда приглашаем, мы уже знаем, продумываем, на что мы человека приглашаем. То есть мы знаем, на какого спикера, на какое мероприятие. Но в то же время очень хорошо, когда мы с ним вместе присутствуем на этом же вебинаре. И очень важно, после вебинара мы делаем звонок. Если это был вебинар по онлайн, и мы не находились рядом, то мы делаем ему в обязательном порядке. Мы делаем последующий звонок и спрашиваем его эмоции, его впечатления, его мнение. И дальше с ним ведем беседу, чтобы понимать, какие мы делаем последующие шаги. Если мы были вместе с ним на это мероприятие, то приглашаем его, может быть, на чашечку кофе, если у нас сегодня есть время. И то же самое, ведем эту беседу и намечаем, какие мы будем делать следующие шаги. И следующий наш четвертый шаг – это вовлечение в систему поддержки. Вот здесь нам очень важно знать, что знаем мы и чего мы научим своего партнера. То есть мы сами до того, как показать ему кабинет, показать ему маркетинг, который у нас существует в этом кабинете, мы сами в первую очередь знакомимся с этим кабинетом, мы рассматриваем все отделы. То есть если мы новичок, мы обязательно сами познакомиться должны, чтобы мы были компетентны, если мы ему что-то будем рассказывать, что-то будем показывать, чтобы мы не бегали по кабинету, как слепые котята. Если мы новичок и не хватило у нас времени изучить кабинет, не хватило показать, не можем показать им абсолютно все, все, что его интересует, давайте так скажем, то мы тогда на эту встречу приглашаем своего спонсора, своего наставника, который помогает нам, который где-то в чем-то нас обучает, показывает. И мы на этом примере учимся, как правильно разговаривать с новичком, как правильно вводить нашего партнера в систему. То есть мы это делаем с легкостью, но если есть какие-то затруднения, мы приглашаем своего спонсора. И не стесняемся сказать, в этом я не разобрался еще, в этом я не разобрался, вот сейчас спонсор нам поможет. Мы не обязаны все знать, но это уже, конечно, я, наверное, забегаю вперед, когда нам будут задавать какие-то сложные вопросы о технологии, еще о чем-то. И мы тоже можем сказать, что, ты знаешь, я тем не интересовался еще, у меня есть очень хороший спонсор, я там, допустим, пошла на ее приглашение, и я верю ей, или, допустим, я изучила Юницкого, его труды, его открытия, вообще этот проект, я посмотрела, что это очень хорошее дело, и я решила, что я ему полностью доверяю, я иду за ним. Но если тебя интересует, я в этом покопаюсь, то есть мне тоже самое будет интересно, и я тебе обязательно расскажу, найду материал и пришлю тебе там все. То есть не пугаемся, я хочу сказать того, что если мы вот в этих четырех шагах на каком-то этапе чего-то не умеем еще делать, мы этого не пугаемся, мы либо говорим об этом в открытую, допустим, как я со своей подругой когда-то входила, да, я ее позвала, но сама я 10 минут как узнала об этой технологии, да, и тогда ее пригласила, поэтому мы вместе с ней разбирались, мы задавали вопросы нашему пригласителю, вот, и мы вместе разбирались, то есть здесь нет ничего криминального, главное быть честным, ничего не придумываем сами, никаких не одеваем на себя искусственных масок, и чтобы показать, ой, я здесь умная, не хочу показаться некомпетентной, некомпетентная, не знаю, узнаю, расскажу. Все, не делаем проблему там, где ее нет, вот, но если мы хотим не просто пригласить партнера, который станет, допустим, нашим инвестором, да, мы хотим пригласить партнера, который станет нашим коллегой, который будет строить структуру большую, то мы сами тогда, конечно, должны переходить на более профессиональный уровень построению структур, работы вообще с командами, и учимся сами, и учим своих партнеров, которых мы приглашаем, которые точно так же, как и мы, хотят работать, хотят делать свой бизнес. Когда-то я говорила, буду делать свой маленький бизнес, но теперь понимаю, что можно построить огромную сеть, и достаточно большой бизнес здесь сделать, у нас сегодня есть эта возможность. Поэтому мы выходим на более профессиональный уровень, учимся сами и учим своих партнеров, учим своих коллег. И для этого нам нужно обладать семью задачами спонсора. Так они названы в этой системе дубликации. Мы знаем, что есть такой термин спонсора, это тот человек, который за нас платит, который нас пригласит, который помогает нам разобраться, помогает нам работать и поддерживает. Мы тоже для кого-то становимся спонсорами. Мне, конечно, больше нравится слово «наставник». И сегодня мы с вами рассмотрим две задачи, постановка целей и создание книги «Контакт». Цели – это наши главные мотиваторы, которые заставляют нас двигаться вперед, вообще идти к их достижению, и находить какие-то ресурсы, какие-то способы достижения этой цели. А книга «Контакт» для нас – это наш основной капитал, конкретно в данном виде бизнеса. И поэтому она для нас тоже стоит на… не могу сказать на главном месте. Сейчас я смотрю и думаю, что все СИМ-задачи для нас, можно сказать, на главном месте, потому что они все, мы ими всеми будем владеть в совокупности, и тогда только у нас получится хороший бизнес и правильная работа. Как говорится, меньше будет у нас холостых выстрелов. Итак, свои цели очень хорошо ставить по системе SMART. Это система, которая описывает, какой должна быть наша цель для того, чтобы им можно было спокойно и легко пойти к ее достижению, и чтобы она сама превратилась не в мечту, не в воздушный замок, а реально в достижимую цель. То есть она должна быть абсолютно конкретной. Мы поговорим четко, чего мы хотим. Допустим, я хочу быть здоровой. Это не цель, это лозунг, можно так сказать. Да, я хочу быть здоровой. Но, или там, я хочу быть богатой. Да, мы все хотим быть богатой. Но это тоже лозунг. А когда мы хотим цель, то есть мы понимаем, что для нас богатство. Допустим, для меня богатство это, я бы хотела, чтобы у меня на счету были 100 тысяч долларов, ну, к примеру, да, которые процентами зарабатывают, я, допустим, проценты снимаю, а эти 100 тысяч не уменьшаются. Ну, вот для кого-то это тоже уже считается богатством. Тогда он конкретно говорит, я хочу за три года заработать 100 тысяч долларов. Вот она, она конкретная. Она должна быть измеримая. Мы должны измерить эту цель. Мы должны увидеть, как мы поймем, что мы достигли этой цели. То есть мы должны для себя определить эти параметры, по которым мы поймем, что мы цели достигли. Цель должна быть абсолютно достижимая. Да, то есть мы не загадываем то, что, допустим, не учитывая свои ресурсы, да, мы загадываем какую-то цель, которую мы понимаем, что мы, ну, не сможем достигнуть, нам не хватит этих ресурсов. Но мы ее все равно ставим. Нет. Мы учитываем свои и временные, и финансовые, и какие-то, может быть, эмоциональные ресурсы, мы учитываем их для того, чтобы мы понимали, вот, у меня все есть, у меня выполняются все условия для того, чтобы я могла достигнуть этой цели. Да, то есть она должна быть достижимая. Не придумываем чего-то того, чего мы не сможем достигнуть. Цель должна быть значимой. Она должна для нас иметь очень важное какое-то значение. она должна менять каким-то образом наш, ну, может быть, даже и эмоциональное состояние, и финансовое состояние. То есть нам очень важно, чтобы она сбылась. Допустим, когда человек ставит целью покупку квартиры, то, понятное дело, человеку нет, где жить, он хочет иметь свою собственную квартиру. Для него это очень важно. Вот. И у него нет возможности жить постоянно на съемных квартирах, потому что он понимает, что это потеря денег. Да, но в то же время, если он ставит цель приобрести свое жилье, для него это важно. И он будет стараться делать все для того, чтобы достичь этой цели. И цель должна быть определена во времени. Мы не можем ее размазывать на какой-то большой срок, потому что если мы хотим какой-то цели достичь, мы должны тут же оговорить, в какие сроки мы хотим этого достичь. Тогда для нас будет виден путь, по которому мы пойдем. То есть вот к такому-то, допустим, времени определенному у меня должно быть то-то, то-то. И я расписываю этот путь, как я иду к этой своей цели, что я буду делать. То есть мы, допустим, ставим долгосрочную цель на 5 лет, да, и потом на каждый год мы расписываем краткосрочные цели. То есть мы обозначили, за 5 лет у нас должна быть достигнута наша цель, и что мы будем делать на каждом году, чего мы должны достичь. Мы можем точно так же потом из этих 5 каждый год по 12 месяцев даже расписать, да, но когда у нас будут поставлены сроки нашей конечной цели, тогда мы четко будем видеть, как нам обозначить весь этот путь, который мы пройдем. Например, на нашем примере, если мы, допустим, поставим такую цель, к концу года достичь статуса топ-эксперт, а, допустим, на сегодняшний день я эксперт, да, и у меня есть полгода для того, чтобы дойти до топ-эксперта, да, или, допустим, скажем, такая амбициозная цель, новичок приходит, у него есть небольшая такая группа друзей, которые сказали, да, давай, давай пойдем, давай что-нибудь сделаем. Он знает, что так, у него есть пару единомышленников, поэтому я могу себе поставить такую цель за год достичь статуса топ-эксперт. Ну, я начинаю с нуля. Тогда он четко расписывает план на каждый месяц. Здесь очень важно будет расписать план на каждый месяц, потому что топ-эксперт за год – это классно, это круто, но это возможно, понимаете, это возможно. Вот, и вот он начинает первый месяц, 10 прямых продаж, среди этих 10 прямых продаж он понимает, что за 2 недели, если он 10 прямых продаж делает, значит, у него там будут 3 человека, которые сделают по 200 долларов, но мы же знаем, да, что у нас по маркетингу нужно для статуса лидера, значит, я за 2 недели делаю себе лидера, за вторые 2 недели я делаю 3 лидера среди своей первой линии, и таким образом я понимаю, что, в принципе, я за месяц могу достичь ранга мастера. О, здорово, классно, значит, все, на следующие 2 месяца мы ставим эксперта. То есть, когда у человека есть четкое видение, он может прописать четко свои шаги, какие он будет делать. Дальше мы сами ставим цели как для себя, так и мы можем помогать ставить цели своим партнерам. Так вот, в отношении к своим целям можно выделить 3 типа людей. И почему я решила вам это тоже сказать, потому что хочу предостеречь от ошибок. Смотрите, есть 3 типа людей, которые вообще и к целям, и к своим увлечениям, и вообще, наверное, даже к жизни, к жизненным проблемам относятся, как игрок, как аутсайдер и как зритель. Кто такой игрок? Это человек, который готов рисковать, который знает, чего он хочет, который может поставить цель, и он сразу начинает к ней идти. Здесь вот проще всего это ассоциировать с футболистами, хоккеистами, да, к спортсменам, у которых реально есть цель, они идут к наградам, они, да, то есть они готовы рисковать, играть и достигать своих целей. Так вот, игрок – это тот человек, который очень быстро схватывает суть, куда вы его приглашаете, очень быстро понимает, как он может здесь развернуться, что он может здесь достичь, и сразу вступает в игру. С этими людьми очень хорошо и легко работать, с этими людьми легко строить команду, ему его очень легко сподвигнуть дальше, продвигаться и строить структуру, он будет готов, потому что мы ему рассказываем, да, это игра, но это игра с дорогосрочными, с амбициозными целями и с очень большими достижениями. То есть эти люди – это для нас просто изюминка. Если у нас такие есть, и они будут одни из первых в наших командах, как было у меня, то это здорово, потому что тогда у вас будет очень большой подъем, вы уже друг друга поддерживаете, вы уже друг друга заряжаете энергией. И вот этот обмен энергиями с игроками, которые в вашей команде, они не удваивают, они удесятеряют ваши силы и возможности, и вашу энергию. Один плюс один будет не два, один плюс один будет пять, потому что вы друг друга заражаете. У вас начинаются, я не хочу сказать соревнования, потому что это немножко другое. Мы не соревнуемся, кто лучше, кто больше, а у нас такое, ну давай еще, вот смотри, у меня есть, давай, давай, догоняй меня, давай пусть у тебя кто-то будет, давай приводи, давай поможем, давай расскажу, давай помогу рассказать, да? Давай я, по-моему, там, зарядить помогу тебе, там, если у тебя уже там пошла энергия на спад. То есть идет игра, идет игра, идет такое мирное соревнование. То есть это очень здорово. Есть еще оутсайдер. Это игрок в прошлом, это игрок, который ошибся, который обжегся, у которого что-то не получилось. В нашем случае это люди, которые потеряли деньги в каких-то других проектах, и они не соглашаются идти с нами. Что мы делаем с этими людьми? Первое, мы вспоминаем свой такой же, как и у них, печальный опыт, он у нас у всех тоже есть. Да, мы даже можем ничего не придумывать. Мы тоже где-то обжигались, мы тоже где-то ударялись, мы тоже где-то падали, но мы вставали и шли дальше. И такого человека, в принципе, найдя правильные слова, мы можем его вернуть в разряд игроков, да, потому что он знает, что такое играть, он знает, что такое побеждать, он знает, что такое азарт, да. И с такими людьми можно поработать. Мы его приободряем, мы ему подставляем плечо, да. С этими людьми мы проводим беседы, мы... Ну, да, давайте, наверное, беседу немножко неправильно будет, это как будто бы, знаете, такое положение, да. Мы попытаемся его зарядить, мы пытаемся его вернуть, потому что он говорит, ну, действовать, это, конечно, рисковать, но мы ему показываем, но риск, это же все-таки, как говорится, дело благородное, да, что кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ну, мы рискнули один раз, проиграли, ну, второй раз мы рискнем, мы выиграем. Как у меня был момент с моими двумя коллегами, с моими двумя девочками, которые узнали, что я пошла, значит, в Skyway, но перед этим мы с ними были в другом проекте, мы все трое потеряли там деньги. И честно скажу, так как я их пригласила туда, мне было очень как-то неловко их звать, мне очень хотелось, но мне было неловко. И когда одна из них узнала, она сказала, почему ты меня не позвала? Я говорю, да знаешь, я все-все сижу и думаю, каким образом, как к тебе подойти, потому что я уже один раз тебя позвала, и мы потеряли деньги. Она говорит, ну, здрасте. Говорит, так в одном проекте потеряли, надо идти в другой, где мы и отобьем то, что мы потеряли там, в предыдущем, и заработаем новые деньги. Понимаете, это игрок. Это игрок. И я поняла, да, действительно, что я торможу. Поехали. Вот, и мы поехали. Есть еще такая категория, как зритель, который не играет, но он все знает. Знаете, это который сидит на трибуне или дома на диване с пивом, который смотрит игру и всем советует, всех ругает. Да куда ж ты бьешь, да куда ж ты бежишь, да что ж ты делаешь, да как ты мог. То есть это тот человек, который считает себя всезнающим, но никогда ни на что не соглашается. Если вы особенно новичок и не умеете работать с возражениями, если вы попадаете на такого человека, отпустите его, не тратьте свое время, не тратьте свои ресурсы и не делайте так, чтобы этот человек у вас, как вампир, немножечко отобрал ваши энергии, потому что вы на него энергию потратите, и вы опустошаетесь, он вас ничем не наполняет, он вам не дает обратку. Поэтому лучше оставляйте их. Вы знаете, новичкам, я всем советую оставлять их, пускай продолжают лежать на диване и давать телевизору советы, как нужно играть игрокам в хоккей или в футбол. Я даже советую их отпускать тем людям, которые уже знатоки, которые, как говорится, могут обломать таких, да, но от них толку не будет. Зачем на них тратить время? Если вы специалист, если вы человек, профессионал, вы умеете говорить, вы умеете работать с отражениями, вы умеете заразить, зарядить человека, да идите, делайте это с теми людьми, которые принесут вам пользу. Оставляйте их, не тратьте на них время. Ну вот это мой совет, потому что я делаю так. То есть мне больше не хочется тратить свою энергию. Сначала, да, я билась с ними, я, может быть, даже и не могла сначала отличить. Мне казалось, что человек заблуждается, но я же ему счастья желаю, я же ему добра желаю, я сейчас ему расскажу, он же сейчас поймет. И так бьешься, бьешься, и, знаете, как горох на стенку. А горох не надлетает, и еще свои шишки получаешь. Поэтому лучше мы перейдем к списку контактов, которые у нас уже есть, и будем работать с ним. Каким образом мы работаем с списком контактов? Список у нас у всех есть телефонная книжка в нашем телефоне. Но лучше, когда мы эту телефонную книжку выписываем на листок. Мы выписываем ее на листок для того, чтобы мы могли еще каждому контакту сделать какие-то пометки «это раз». Увидеть на листке все выписанные контакты и прощупать их глазами, кому из них первому мы можем позвонить, кому мы уже готовы позвонить. Морально мы созрели позвонить. Потому что есть у нас в списке контакты, с которыми мы очень часто общаемся, и мы можем сделать ему просто звонок и с легкостью с ним поговорить. Или он уже знает, чем мы занимаемся. И нам намного легче с ним будет разговаривать и рассказать, пригласить его куда-то, чем те люди, с которыми мы давно не общались. И для того, чтобы им позвонить, нам нужна какая-то определенная подготовка. А дальше мы будем говорить о телефонных звонках и, возможно, еще и репетиции нужны для того, чтобы кому-то из этого списка позвонить. Поэтому, когда у нас он выписан, а его можно сделать вот таким вот образом, как сейчас я на слайде показываю, когда мы пишем имя человека, его телефонный номер, его имейл и какие-то заметки. То есть я рекомендую еще графу заметок разделить на две части, то есть сделать две графы. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы когда мы знаем этого человека, мы ему позвонили, мы собираем о нем дополнительную информацию и еще сюда записываем. Мы записываем имейл, допустим, которого у нас не было, но мы поговорили с человеком по телефону, взяли его имейл для того, чтобы можно было ему потом еще отправлять какую-то дополнительную информацию. При этом в заметках мы пишем, кто этот человек, откуда мы его знаем. Либо это человек, с которым мы учились в школе, либо это человек, может быть, с которым мы ходили в детский сад, либо это человек, которого нам кто-то из наших партнеров рекомендовал. Мы записываем в заметки до нашего звонка, что мы знаем об этом человеке. И когда мы ему звоним, мы ему говорим «Здравствуйте», «Здравствуй, Джон», я такой-такой, номер телефона дал мне тот-то, тот-то, я хотела бы с вами поговорить, и он рекомендовал мне вам позвонить. Либо же мы говорим «Слушай, мы с вами, вы помните, или помнишь, мы с тобой где-то были в какой-то там спортивной секции когда-то, и вот случайно нашел твой номер телефона, и вот так мне как-то захотелось вспомнить, или я уже повел своего ребенка на соревнования, и вспомнил, как мы с тобой год когда-то в спортивной секции». То есть мы себе пишем, что мы говорим этому человеку, когда мы ему звоним впервые. А вторая колонка заметок, мы в нее вносим то, результат нашего разговора. Либо вы поговорили, договорились о том, что у вас будет какая-то дополнительная встреча, либо вы договорились о том, что вы этому человеку что-то отправите, вы пишете заметки, что мне нужно отправить. Либо он говорит вам, когда нужно ему там второй раз перезвонить. То есть вторая колонка вам нужна уже для того, чтобы записать результат вашего разговора. И, естественно, эту книгу контактов нужно постоянно пополнять. Пополняем всеми способами, которые мы только можем найти. Обмениваемся визитами, новые знакомства, с кем-то куда-то ехали, с кем-то где-то там, не знаю, даже в театре сидели, и вдруг у вас какой-то разговор зашел, все, вы в обязательном порядке постарайтесь обменяться. Визитками для того, чтобы можно было потом этому человеку позвонить. То есть либо берем какие-то контакты у своих знакомых, либо если это наши новые знакомые, и мы уже делаем его партнером, или мы ему предложили, он отказался, но мы говорим, возможно, у тебя есть в окружении люди, которым это будет интересно, может быть, у тебя есть такие контакты, и он с удовольствием вам, может, он с удовольствием вам даст такой контакт, скажет, ой, да, знаешь, у меня есть один транспортник, и он сейчас остался без работы, а у вас тоже транспортная отрасль, я думаю, что ему было бы интересно вообще, вообще вот об этом узнать, что есть такая новинка, может быть, даже он захочет поучаствовать, потому что человек сейчас остался без работы, и тут, пожалуйста, такая возможность заработать. Но мне реально некуда этим заниматься, да? Мы берем и номер телефона этого транспортника, потому что в моей истории тоже такое было, когда меня спросили, я сама транспортник и логист, и когда мне спросили, ну что, ты вот отучилась, тебе диплом пригодился, ты сейчас в транспортной отрасли, я говорю, вы знаете, да, я в транспортной отрасли, ничего, что это инновационное, и к стандартному нашему транспорту не имеет вообще никакого отношения, да? Но я говорю, да, я в транспортной отрасли, у меня инновационный транспорт, у меня вообще настолько интересная вообще работа, занятия, хобби, я даже не знаю, как это назвать, которые приносят очень хороший доход, вот, что серьезно, да, серьезно, и я начинаю рассказывать, и человек заинтересовывается, говорит, слушай, мне тоже это нравится, а здорово, ну, допустим, это меня спрашивал у человека, с которым институт вместе закончили, да, и который не пошел вообще в эту отрасль работать, то есть диплом остался на полке, вот, говорит, слушай, а мне интересно, а давай, то есть ничего, что мы вообще не занимаемся транспортом, и пока ничего не перевозим, и не делаем ничего того, чему нас обучали в институте, да, мы смело говорим, что да, мы транспортники, почему нет, вот, ну, и вот есть, значит, немножечко так вот я поставила несколько таких, может быть, как, знаете, как напоминание этих сфер, откуда мы можем взять контакты, да, мы тут же можем увидеть, где-то мы в отпуске отдыхали, с кем-то познакомились, где-то мы на каком-то тренинге или на курсах с кем-то познакомились, да, там, то есть вот список тех мест, откуда мы можем вспомнить каких-то людей, какие-то контакты, когда он есть у нас перед глазами, у нас действительно, может быть, даже и мозг работает так, что, посмотрев даже на вот этот список, мы вдруг кого-то вспоминаем, да, и записываем любую информацию, какую мы знаем об этом человеке, в наш список. Знаем, вспомнили только имя, записываем только имя. Закон Вселенной и информационных полей работает так, что как только вы об этом человеке вспомните, через какое-то время, либо вы его встретите, либо встретите общего знакомого, который вам сможет дать его номер телефона. Поэтому все, что вспоминаем, все записываем, все переносим на бумагу. И с этим списком работаем. Работаем, пишем, отвечаем, звоним, встречаемся, да, то есть это наш такой рабочий инструмент, понимая, что это наш капитал, потому что наш бизнес предполагает, что мы знакомим людей и вводим их в наш бизнес вот буквально за руку по одному. Потому что, да, возможности, возможности нашего успеха, конечно, четко зависят от нашего списка контакта. Чем он будет у нас короче, чем меньше мы построим команды, чем он будет у нас длиннее, тем больше бизнес мы сможем построить с этими людьми, с которыми мы познакомимся. И если мы новичок, то мы, естественно, начинаем с тех людей, которые легкие, приветливые, открытые, готовы нас выслушать, готовы помочь. Начинайте, вот опять-таки, ваш список вам по этому поможет. Просматривая его, вы сразу увидите, кто из этих людей более легких. У вас же сначала будет список конкретно ваших знакомых, да. И звоните тем людям, с которыми будут рады вас услышать, которых вы будете рады услышать. В общем, начинаем с легких, да. Не отбиваем себе охоту, сразу делая звонки каким-то таким людям, которые, вот, не знаю, там, аутсайдеры, или вообще просто, они зрители, они все знают, но их не проведешь, никуда не затащишь. Знаете, есть такая категория людей, а, звонит, да, начинает, значит, рассказывать, куда-то хочет затащить. Ничего подобного, я оттуда буду как стена, я оттуда буду как кремень. То есть мы уже немножечко этот список просматриваем, мы немножко знаем этих людей, и мы действительно начинаем с тех, с которыми нам комфортно, когда у нас нет опыта. Конечно, когда, может быть, мы будем такими матерыми, опытными, мы скажем, да, я так умею построить беседу и сделать звонок, что я там любого сейчас смогу, не знаю, убедить, заинтересовать. Да, мы к этому идем, и, возможно, мы будем такие, будем еще мастер-классы давать своим партнерам, своим новичкам, которых мы приглашаем в бизнес. Но пока мы начинаем, пока мы стартуем, речь идет о старте, мы только начинаем строить структуру, выбираем своих легких людей, да, вот именно легких и открытых людей. Здесь еще, как разговаривать с этими людьми, что им предлагать? Здесь нам помогает такая наука, как мы говорим, в каких-то новых людей, то есть люди разделяются на четыре психотипа. Что это такое? Это то, как люди себя преподносят, то, как люди себя принимают, воспринимают информацию, вот они ее транслируют, эту информацию, и каждый по-разному одно и то же и принимает, и отдает. Поэтому, если мы научимся хоть немножечко разбираться в этих психотипах людей, мы сможем уметь с ними разговаривать. Потому что, даже когда мы ставим цели, даже помочь человеку поставить цель, мы можем более точно и более четко, понимая, кто сидит перед нами. И вот их принято делить на четыре категории. Это люди-командиры, люди-звезды, гуманисты и аналитики. И немножечко, буквально немножечко расскажу вам о том, как этих людей вообще распознавать. Вот перед нами командир. В мультфильме «38 попугаев» есть четыре героя, которые очень соответствуют вот этим четырем психотипам людей. Вот командир был у нас попугай. Кто такой командир? Который четко видит цель, который нацелен на процесс, на контроль, на конечную цель. То есть у него так, цель, процесс, контроль. Это люкс, это высокие, стандартные. Ему нужна абсолютная четкость во всем. То есть такие люди очень часто бывают хорошими руководителями, потому что он умеет увидеть, что ему нужно сделать, куда ему нужно привести какой-то процесс или группу, которую он ведет. Он четко видит, как выстроить этот путь, чтобы достичь конечной цели. То есть надежность, подготовленность, функциональность. Это достаточно такой четкий человек. Он может даже таким, знаете, быть... У него же стекуляция достаточно такая высокая, но это указательные жесты. Вот так надо делать, так и так. Берите вот здесь, несите туда. Вот это у нас командиры. И когда мы говорим с командиром, рассказываем ему о нашей технологии, мы ему точно так же говорим достаточно четкие вещи. Мы рассказываем ему, что мы на 14-м сейчас этапе, что у нас их всего 15, что на каждом этапе есть определенная цель. И переходя с этапа на этап, мы на каждом этапе достигали этой цели. Наша компания достигала этой цели. То есть для него это очень важно, что есть четкость, есть четкий план, есть четкий путь, по которому мы идем. Да, мы говорим, у нас есть два экотехнопарка. Один, значит, в Подминском, второй в Шарше. Рассказываем, что у нас есть в этом... в технопарке, то-то, 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 столько татрас, столько подвижных составов. То есть командиру нужна четкость. Если же мы ему говорим о том, что он может поставить даже здесь какие-то цели и достичь их, находясь у нас не просто как акционер, у которого вот он видит, что компания идет четко к своей цели, значит, все классно, можно стать акционером. Но мы ему говорим, что вы здесь еще можете построить свою карьеру. Здесь у нас есть... мы ему рассказываем о том, какие у нас есть, допустим, маркетинг и ранги, что человек, который достигает определенного ранга, у него повышается процент, который он зарабатывает в бонусах. С другой стороны, человек, который любит руководить, который любит быть командиром и любит быть ведущим за собой людей, мы ему можем сказать, что достигая статуса лидера, у вас есть как минимум три человека, которые идут за вами, которых вы поддерживаете, которых вы учите, которых вы ведете. Он понимает, он уже как будто бы начальник, у него есть три человека, которые как с начальником, с ним идут, слушают его, ставят какие-то цели, он им дает какие-то советы в работе. Дальше мы говорим, когда вы достигаете ранга мастера, у вас уже как минимум есть 12 человек в вашей команде. И вот то же самое, то есть командиру это важно и это реально его может заинтересовать, именно включиться в бизнес и стать вашим партнером, не просто инвестором, а стать вашим партнером. А следующая категория это звезда. Звезда это очень легкие, открытые люди, это люди, которые такие воздушные, которые любят быть, сверкать, которые любят быть на виду, которые любят, чтобы ими восхищались, для них очень важны атрибуты статуса и успеха, он хочет быть в центре внимания, он в то же время и общительный, и доброжелательный, и легкий. Звезды на самом деле очень классные люди, потому что они, если мы их заинтересуем, заинтересовать их можно только, если мы на эмоциях, затронем их эмоционально, эмоционально, и звезда очень быстро включается в процесс, и у звезды может дальше получаться, и структуру строить, потому что он точно так же будет понимать, что он может за собой вести, им будут восхищаться, на него будут ориентироваться, он же такой умница, он сам достиг какого-то ранга, он сейчас поможет людям этого достичь, да, он не выносит критики, звезду очень легко сломать, если мы начнем на него давить, если мы начнем его критиковать, указывать, что ему надо делать, да, вот, то есть, везде мы рассказываем о том, как у нас здорово, что можно прокатиться, что можно сфотографироваться с Юницким, и вообще личное знакомство, может быть, с Юницким, для него это здорово, у него будет очень много красивых фотографий, из эко-технопарка с Юницким он может сделать, да, вот, мы тут же говорим, что достигая каких-то рангов, которые он ставит себе как цели, он получает, у нас очень есть хорошие подарки, потому что ему это нравится, вот мы говорим, за мастера получаем ручку, за эксперта мы получаем телефон, за топ-эксперта мы получаем ноутбук, да, вот, то есть, мы говорим, что к статусу есть еще и подарок, вот, точно так же можно рассказать о том, что у нас были конкурсы, что победители конкурсов ездили за границу, посещали там очень много интересных мест, везде это все кайф, можно так сказать, да, то есть, со звездами понятно, кстати, у меня здесь, на Мерополисе, загружен документ, я уже говорю, сейчас я говорю для новичков, кто первый раз слушает, там есть документ, который называется «Ошибки сотрудничества с партнерами разных психотипов», то есть, что нельзя делать с ними, какие ошибки можно допустить и потерять этого человека и как инвестора, и как партнера, поэтому можете скачивать и вот как-то руководствоваться, да, этими рекомендациями. Следующий у нас «Гуманист», он направлен на взаимоотношения с людьми, это человек, который и любит, чтобы и ему оказывалась поддержка, и сам оказывать всегда поддержку людям, заботу об окружающих, об экологии, у него свойственны такие человечные сопереживания, он ориентирован на отношения, ему важна мнение, оценка и мнение других людей, потому что он будет участвовать в чем-то, если это никому не вредит и кому-то доставляет какую-то пользу, вот именно на вот этих качествах поддержки, заботе, человечность и сопереживании, если вот с этим сочетается то, что вы ему предлагаете, то он будет с нами, он будет в этом участвовать, потому что он будет хотеть участвовать в построении транспорта, принимать участие, который экологически чистый, который не наносит вред окружающей среде, который безопасный, который защищает, сохраняет жизни животных и детей, потому что на рельсы у нас животные не попадут и без аварии. То есть гуманисту мы рассказываем именно эти области, мы именно с этой стороны показываем ему наш проект. В мультфильме это был удав, который всегда думал, а что если вот так, а что если вот так, да. И четвертый психотип – это аналитики, их еще называют дипломатами. В мультфильме это был сломен. Для дипломата, для аналитика очень важны цифры и факты. Этот человек практически без эмоций, потому что ему нужно сесть, покопаться, разложить все по винтикам, разобраться во всем, и тогда он принимает решение. Он видит риски, поэтому когда мы ему рассказываем о нашей технологии, мы в обязательном порядке рассказываем о тех же наших 15 этапах, но мы говорим о том, что на каждом этапе у нас снижаются риски, потому что выполняются определенные цели, поставленные задачи, потому что он будет проводить анализ и сопоставление. Для этого человека, возможно, будут важны все патенты, какие есть у Юницкого, все наши сертификаты, которые есть, сертифицировано это, 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 все наши какие-то документы, какие-то договора, вплоть до того, даже ему будет интересно и важно информация о том, какое образование у нашего Анатолия Беарбовича. Понимаете, и когда вы идете с презентацией к этому человеку, то запаситесь этой информацией, потому что это ему будет важнее, чем если вы ему расскажете, а если вы приедете в Акотехнопарк, вы покатаетесь и сфотографируетесь там. К дипломату это не важно. Он должен видеть все, он должен контролировать, если он принимает решение, ему нужно контролировать, он должен знать, где он может посмотреть, какие документы. То есть мы тогда сами вооружаемся этой информацией, перед тем, как мы идем к дипломату. Конечно, если мы говорим о наших знакомых людях, да, то мы уже знаем, к кому мы идем. Мы уже по вот этим описаниям, по этим параметрам можем определить, к кому мы идем, кто этот человек, да. Но если вот для нас это незнакомый человек, здесь мы очень аккуратно его прощупываем и стараемся быстренько-пустенько как-то поймать вот эту жилочку, поймать, кто он такой, и уже вести с ним разговор, именно исходя из тех знаний, которые мы сейчас получили. Дальше я хочу вам сказать еще одну вещь. Ввод партнера в систему состоит из наших четырех шагов, которые мы уже обговорили. Но есть еще дополнительные инструменты, которые вот мы открыли для себя, и всем советую это посмотреть и немножечко хотя бы изучить. как проводить разговор, как строить беседу, каким образом мы будем проводить этот ввод партнера в систему. Именно на четвертом шаге. Первый, второй, третий – это когда мы только знакомим, это когда мы говорим о том, что и это есть. Мы говорим, что есть такая технология, мы смотрим вебинар. Первые три шага – это знакомство. Четвертый шаг – это ввод в систему. И для того, чтобы человек откликнулся и пошел, есть много разных приемов. И один из них я нашла в книге Алана Пизан, которая называется «Ответы вопросов». Пару слов скажу об авторе. Этот человек написал очень много книг по бизнесу, о том, как вести бизнес. Он изучил с нуля сетевой бизнес. Он в нем начинал, он заработал свой первый миллион именно в сетевом бизнесе. Так как у нас есть элементы сетевого маркетинга, сетевого бизнеса в нашей структуре, в нашем проекте, то те приемы, которые он предлагает, нам очень подходят. Мы понимаем, у нас рекомендательный бизнес, вот так его еще можно назвать. Мы рекомендуем людям войти, либо мы рекомендуем других людей, которых можно пригласить в наш бизнес. Мы как бы привлекаем, мне не очень нравится это слово, но мы привлекаем людей, привлекаем инвестиции. Поэтому мы часто ведем беседу тет-а-тет. И вот когда мы ведем беседу тет-а-тет, Алан Пис предлагает несколько приемов для облегчения построения нашего разговора. Очень важно знать, что люди не любят, когда им советуют, когда им указывают, и когда им говорят, что нужно делать и как нужно делать. То есть если мы говорим, я знаю, что тебе нужно зарабатывать больше денег, ты можешь делать вот так и так, и тебе будет легче жить. Человек скажет, слушай, сам знаю, что я хочу, что я, как мне это делать. То есть как только мы начинаем навязывать свое мнение, человек закрывается и раздражается. Очень важно, что он скажет. И нам нужно привести человека к тому, чтобы он сам сказал, что ему нужен этот бизнес, ему нужно стать акционером. Он хочет и в долгосрочном периоде, и в краткосрочном зарабатывать деньги. И вот для этого есть буквально несколько приемов. То есть он здесь называет метод четырех ключей. То есть нам нужно растопить лед, найти горячую точку этого человека, нажать на нее и получить обязательства. И вот сейчас я вам покажу, каким образом мы это делаем. Существует такое понятие, как основной побуждающий фактор. Это то, что нам необходимо достичь в первую очередь. Чего мы вообще хотим в первую очередь. Это наша, можно сказать, цель, которую мы ставим в своей жизни. Например, вот есть примерно список, из которых человек может выбрать. Этот основной побуждающий фактор у всех разный. Каждый из нас сейчас, посмотрев на этот список, может найти свой, который его побудил принять решение и принять предложение участвовать в этом проекте. То есть кто-то хотел просто дополнительный доход, и он строит структуру, зарабатывает бонусы, имеет дополнительный доход. Кто-то хочет финансовой независимости, может быть, прямо сейчас он строит огромную структуру, либо он понимает, что через какое-то время, в долгосрочном периоде, мы начнем зарабатывать на дивидендах столько, что у меня будет абсолютно финансовая независимость. Поэтому сегодня моя цель сделать как можно больше и, извиняюсь, толще портфель свой инвестиционный. Либо кто-то хочет собственный бизнес, который тоже есть возможность построить прямо внутри нашего бизнеса. То есть внутри вот этого нашего проекта, внутри бизнеса, который сейчас у нас есть, можно сказать, у заостровной технологии, нам дало возможность построить здесь внутри свой бизнес. Кто-то хочет больше свободного времени, кому-то нужен личностный рост, кто-то просто хочет помогать людям, кого-то волнует будущее планеты. Кого волнует будущее планеты, кто выбирает вот этот список, все, стопроцентный гуманизм. И когда мы поймем, какой побуждающий, основной фактор человека, мы тогда сможем, вот это и есть нащупать этот первый ключ, мы тогда сможем дальше с этим работать. Каким образом мы это делаем? Мы даже разработали визитку, на которой у нас эти основные побуждающие факторы нанесены на обратную сторону. Так, как нельзя? Как нельзя? Вот так нельзя. Вот посмотрите, это обратная сторона визитки, на которую мы нанесли основные побуждающие факторы, которые могут быть у людей, которые мы не заставят, побудят, да, потому что побуждающие, принять наши предложения и войти в проект. То есть для меня важно. И когда мы беседуем с человеком, мы ему, мы же уже говорили о том, что мы обмениваемся, всегда обмениваемся визитками, да, и вот мы ему говорим, посмотри, пожалуйста, что для тебя важно, подчеркни это, не знаю, выдели это, что для тебя важно. И человек говорит, вот да, для меня важен собственный бизнес, или, допустим, финансовая независимость, и отсюда мы начинаем дальше с ним работать. Вот для того, чтобы продолжить эту работу, нам помогут следующие пять золотых вопросов. Мы спрашиваем, первый вопрос, что для вас важнее всего в жизни? Вот покажите и подчеркните, или там отметьте. Он отмечает финансовую независимость. Мы задаем второй вопрос, почему вы выбрали именно это? И он говорит, мне нужна финансовая независимость, потому что у меня есть хобби, у меня есть мечта. Я хочу, допустим, большую семью, я хочу, чтобы у меня было трое детей, я хочу дать хорошее образование своим детям. Я хочу с ними путешествовать, поэтому мне нужно, чтобы было много свободного времени. А когда у меня будет финансовая независимость, я смогу себе позволить то, что я хочу, и мне не нужно будет там работать. Я хочу построить дом, и я не хочу сидеть в кредите, и там 50 лет выплачивать кредит за этот дом, а я хочу его просто взять, купить и жить, и жить свободно, чтобы у меня не было никакого груза. Вы ему задаете третий вопрос, он практически такой, как первый. Почему именно это для вас наиболее важным является? Для чего мы это делаем? Чтобы человек еще раз закрепил в своей голове то, что он только что сказал. И он говорит, ну как, почему? Да потому что я не хочу пахать всю жизнь. Я не хочу, чтобы я отдавал кредит, а потом, если я не успею за свою жизнь, чтобы мои дети отдавали кредит. Я не хочу, чтобы мои дети получили какое-то, не знаю, уличное образование. Хочу, чтобы они учились в хороших вузах. Я хочу, чтобы у них было хорошее будущее. Я хочу им дать хороший старт этим детям. Да я хочу, чтобы жена моя не работала на двух работах. И тут вы ему задаете четвертый вопрос. А что произойдет, если у вас не будет возможности получить это? Мы сознательно человеку показываем, он только что нарисовал все плюсы, которые у него будут, когда у него это будет, это финансовая независимость. И тут же мы сознательно человека бросаем в полную противоположность и просим его назвать минусы. Он как будто бы впадает в кризис. Мы его кидаем туда, чего он очень не хочет, но он вдруг это начинает видеть себя там. А что будет, если у меня не будет этой финансовой независимости? И он говорит, ну как что будет? Мне придется всю жизнь пахать, я буду всю жизнь в долгах. У меня дети не увидят, не знаю, мир, жена не получит какую-то там заветную шубу, которую она хочет. У меня дети точно так же будут потом пахать, потому что они не получат хорошего образования, будут просто какими-то там разнорабочими. То есть он рисует негативную картинку, от которой ему самому становится страшно. И он понимает, нет, я не хочу так. И мы говорим, почему это так вас волнует? И он как будто бы возвращается обратно. Меня это волнует, потому что я хочу, чтобы у меня все-таки был дом, образованные дети, достаток, путешествия, для кого-то хорошая машина. И еще раз, мы его вернули. И он сказал, я хочу финансовую независимость, потому что я хочу зарабатывать деньги, я хочу купить дом, я хочу дать образование детям, я хочу их повозить по миру, понимаете? Не вы ему сказали, что ты живешь в маленькой квартирке, тебе нужен хороший дом. Не вы ему сказали, да у тебя вот трое детей, вот малюсеньких, а у тебя нет денег, за что ты их будешь вообще обучать, и на что ты им будешь давать образование, вот иди к нам, у нас ты заработаешь. Понимаете? Не вы ему сказали, что да вот так вот тут и просидишь в этой дыре, и не увидишь мира. Сейчас мир стал таким, можно сказать, маленьким, благодаря тому, что мы на самолете в любую точку мира можем добраться. Иди к нам за работой и полетишь. Не вы ему это сказали, он сам это сказал. Да, я этого хочу, я хочу это, 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 это. И вот тут, тут мы, получается, нажали на эту его точку горячую, мы ее нащупали, и мы на нее надавили, и он нам сам сказал, что ему это нужно. И мы тогда ему говорим, приглашаем тебя, мы приглашаем тебя в проект, мы приглашаем тебя в бизнес, и мы рассказываем, какие у нас есть возможности, что у нас есть даже возможности сделать пакеты для детей. И когда дети достигнут 18-летнего возраста, на эти пакеты уже нарастут дивиденды, и они получат уже хорошее, можно сказать, наследство, они возьмут каждый свой пакет и будут, пожалуйста, готовы оплаченные образования каждому ребеночку. Понимаете, когда он нам сказал, что ему нужно, не мы ему, а он нам, все, это человек, с которым мы можем работать, это человек, которому мы уже предлагаем, то, в принципе, с чем мы к нему пришли. И таким образом, овладев вот этой вот наукой, а она на самом деле очень простая, и когда у нас у каждого будет такая визитка в кармане, нам будет очень легко работать, нам нужно выучить только 5 вопросов, которые правильно задать, а технологии мы все знаем, а в психотипах мы уже разбираемся, и мы понимаем, что этому человеку предложить, как этому человеку предложить, и все, мы с вами вооружены, самое главное, набирать как можно больше знакомств, и здесь я хочу вам сказать, золотые правила для достижения успеха от Алана Физа, как раз то, что и нам нужно, больше общайтесь с людьми, нам же нужны знакомства, нам же нужно расширять свой список контактов, больше общайтесь с людьми, правило номер один, правило номер два, больше общайтесь с людьми, и правило номер три, еще больше общайтесь с людьми, потому что люди, которые окружают нас, это и наше моральное, можно сказать, ощущение и состояние, потому что окружая себя хорошими, позитивными людьми, в нашем проекте других нет, у нас к нам приходят, на наши приглашения, откликаются только хорошие, открытые и позитивные люди, которые точно так же, как Анатолий Эдуардович, готовы идти на пролом, для того, чтобы помочь ему осуществить его мечту, и естественно, каждый из нас в этом проекте может осуществить свою мечту, заработать деньги на осуществление своей мечты, поэтому больше общаемся с людьми, я всем вам желаю хорошего вечера, желаю вам хорошего окружения, чтобы вокруг вас были только позитивные люди, присоединяйтесь к нашим командам, это я говорю новичкам, которые особенно будут просматривать на Ютубе, присоединяйтесь к нашим командам, у нас очень хорошо и интересно, сейчас пандемия нас немножечко растолкала по домам, но мы все равно нашли способ общаться, мы ведем вебинары, мы обращаемся и к уже своим партнерам, и к новичкам через экраны компьютеров, мы проводим обалденные марафоны в зуме, когда мы можем все друг друга видеть, и когда мы запустили волну этих марафонов, когда каждый может рассказать свои эмоции перед камерой, когда мы сидим 150 человек, и мы все друг друга видим на камерах, это так здорово, мы опять переживаем те эмоции, которые мы переживали, когда мы ездили по разным странам и городам, мы встречались офлайн, проводили свои и маленькие, и большие мероприятия, поэтому сейчас я обращаюсь ко всем, особенно к тем, кто является нашими партнерами, следите за объявлениями в чатах, следите за новостями, у нас сейчас идет серия вебинаров, и подключайтесь, слушайте, вебинары на разных языках, на многих вебинарах есть перевод на русский язык, подключайтесь, слушайте, заряжайтесь, и давайте будем продолжать все-таки свою работу, и идти к цели, несмотря ни на что, ни на какую пандемию, ни на все, что нас вообще сейчас закрыло, перекрыло, и не дает нам возможности видеться, но мы идем к своей цели, и не забывайте о том, что всех мы новичком знакомим с теми возможностями, которые у нас есть, у нас сейчас еще есть инвестиционные возможности по хорошим пакетам, которые тоже были запущены, именно на момент пандемии, чтобы немножечко как-то взбодрить людей, чтобы немножечко как-то, не знаю, порадовать, может быть, и есть возможность взять очень хорошие, запущенные с хорошим дисконтом пакеты. У нас есть конкурс Level Up, который тоже приносит прибыль, и денежную прибыль, и призы очень хорошие можно получить, то есть открывайте кабинет, читайте условия конкурса, участвуйте в конкурсе, всем желаю выигрывать, и занимать какие-то призовые позиции. Ну и плюс для новичков, у нас есть еще работает бонус 10%, если вы, 10% вашему инвестиционному пакету, если вы проинвестировали в течение первых 7 дней после регистрации. Это тоже большой плюс, потому что 10% долей начислятся на ваш пакет, который вы у нас, в который вы инвестируете. Вот, благодарю вас за внимание, желаю вам всем хорошего вечера, и спасибо, что вы были со мной, и спасибо, что вы вообще есть, и что вы в этом проекте, что вы помогаете гениальному ученому. Я очень восхищена этим человеком, пришла в проект только благодаря, вот только на него, на человека я пришла, да, на его идею, и поэтому благодарна ему за его работу, благодарна всем, кто его поддерживает. Всего хорошего, до свидания. Продолжение следует...